здарова народ всем привет сегодня решил провести вас ваш самый любимый опыт и эксперимент сегодня мы узнаем сколько на самом деле хватает аккумулятора моем новом скутере про black edition мы съездим с вами супер красивое место в котором не я не вы ни разу еще не были так что справляемся путешествие так ребятки мы заворачиваем с основной трассы как раз в сторону урочище лисий хвост почему я сегодня решил съездить именно в лисий хвосту первых я пособирался тоже можно сказать два года я еще хотел на колхозники сюда съездить это первое а во вторых я если вы смотрите вообще все подряд все мои видосы то наверно знаете что я стараюсь не повторяться и не показываю вам одни и те же места одни и те же дороги мы каждый раз с вами едем в какое-то другое место я сейчас обратил внимание что что-то мне кажется медленно я еду километров 20 посмотрел на дисплее у меня 40 то есть на этом скутере вот я еду 40 вообще не ощущается никак вот только будь то стоишь на месте но мне эта скорость комфортно то есть на колхознике ехал 37 не было комфортно абсолютно также не было никакого ощущения страха что я что-то не успею сделать вот 45 нормально абсолютно скорость дискутера можно быстрее да здесь трасса незнакомая я в принципе никуда не спешу и так как сегодня у нас с вами тест на реальную дальность в реальных условиях я еду именно так как я и еду обычно как и езжу обычно кругом возле трасс стоят автомобили вообще кругом ребятки смотрите кругом стоят автомобили это все грибники летом стояли ягодники так как была очень хорошая погода теплая а сейчас стоят грибники и вот они все собирают прямо корзины выносят опустошают лес без за там будет нечего кушать и белочкам там всяким ладно шучу все ягоды все равно и не собрать все ягоды грибы мне кажется животные в этом году вообще объедятся то есть это медом объедятся и грибами и ягодами всем чем угодно все в общем в этом году в лесу выросла потому что было нереально жаркая погода как вы уже знаете самый жаркий год был за всю историю метеонаблюдения не только в россии вообще по всему земному шару и оно так было что жара 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 потом пройдут дожди то есть почва увлажняется и снова жара и поэтому грибы очень хорошо поперли прямо поперли помните как новосельцев подосиновики подперезовики вот все вот это вот под оно поперло и очень хорошо сегодня с утра и выезжал было 10 градусов тепла это важно то есть мы на урале живем и когда мы горит тепло 10 градусов надо обязательно уточнить что здесь игрался в тепла вот потому что некоторые думают что некоторые местные могут подумать что это минус 10 и тогда тоже тепло потому что если перед этим две недели стояла минус 35 до минус 10 это прям тепло вообще есть еще одна причина по которой я хочу съездить именно сюда вот в этот красивейшие удаленные от города место это то что я где-то в душе глубоко деревенский житель хоть и живу всю жизнь в городе и мне всегда хотелось жить на своей земле и значит в домике там хозяйство какое-то иметь дровяничок баньку то вот мастерскую в общем все дела а здесь по этому направлению так как это супер супер ультра пробочное направление куда мы сейчас движемся тут каждую пятницу и каждую каждую пятницу вечера каждое воскресенье вечер просто мертвая пробка километров на пять здесь дешевые участки то есть слева и справа тут всякие населенные пункты типа бабки красная слудка ельники всякие новослудские вот видите кругом указатели загородные поселки и в них землю там можно купить за 300 тысяч там 10 соток там пять соток сколько надо 15 соток даже за 200 тысяч за 150 иногда тут бывают зависимости от удаления вот от этой вот основной дороги и я в принципе допускаю мысль что может быть если мне тут супер прямо понравится то можно будет что-то взять чтоб хотя бы летом с ребятами когда хочется прокатиться вот хорошую теплую солнечную погоду можно было взять куда-нибудь сюда приехать тут стояла банька огороженная территория разумеется и чтоб мы на электротранспорте могли сюда кататься вот кстати населенный пункт бабки вот я помню что пять лет назад бабках стоило сотку по 20 тысяч рублей всего прикиньте да сейчас она уже подороже но тем не менее вот такие дела то есть 20 тысяч сотка 10 соток вполне достаточно даже 5 я считаю если сюда чисто наезды не проезжать а вот то есть это грубо говоря 200000 чисто участок без ничего вот именно поэтому еще я хочу здесь все посмотреть вот еще смотрите какая красная штука там нифига себе вот это да вот то что там такое смотрите это может быть какая-то пожарная бочка но почему она круглая или это какая-то система локации сейчас подъедем поближе посмотрим вообще классная штуковина вообще круть так стильно выглядит ну-ка я хочу это остановиться тут и сфоткаться с ней смотри какая она красивая кой мячик туда запульнули да давайте вот здесь остановимся а нет я не видно будет да вот здесь да народ выглядит это строение конечно впечатляюще на камере будет непонятно его габариты он меньше чем размером обычной водонапорной башни но это понятно что это него не водонапорная башня это что-то связанное мне кажется с радиоприемом наверняка этот шар не металлические из чего-то другого он состоит из чего-то радио прозрачного кого-то материала обратили внимание на моем электросамокате появились обновления да смотрите наконец-то наконец-то если приобрел нормальную качественную bluetooth колонку которая может играть несколько часов подряд и при этом не будет ни единого разрыва вообще я уже проверял смотрите самый главный плюс этой колонки что она абсолютно стильно четко подключается точнее крепится с помощью стандартных стяжек из голомарта на руль и вот так вот шикардосно это все выглядит это значит что теперь я могу ездить на дальняк с музыкой разумеется своих видосах я эти кадры вставлять не буду потому что музыка и youtube это как бы вещи несовместивыми потому что музыка это авторские права однако хочу обратить ваше внимание что вот аккумулятора вот такой вот штуки хватает ну я проверял на 5 часов точно хватает вообще заявлено типа сутки 24 возможно что действительно сутки но честно говоря я не представляю чтобы сутки подряд слушать что-то через колонку это чё надо не спать это надо быть на смене не знаю ну в общем любом случае колоночка тяжеленькая аккумулятор там очевидно мощный зарядка тайп си ни единого разрыва в течение нескольких часов прослушивания через bluetooth вот такая тема всем рекомендую и еще раз самое главное классно крепится на электросамокат продолжаем движение ребята мы проезжаем населенный пункт боров кого возможно боров кого но ударение на указатели дорожном нету и поворачиваем под 90 градусов налево теперь солнце будет не в лицо светить а немножко сбоку но это скорее всего ненадолго сало а ну да тут скорее всего это есть всякие пахнет коровами и всякими вот этими навозами то есть здесь есть экологически чистые фермерские продукты я знаю что впереди у нас люди есть которые покупают продукты от фермеров которые живут где-то здесь то есть фермеры раз в неделю и там два раза в неделю иногда проезжают перь на легковой машине даже полностью машина не загружена всякими творожками и молочной продукции мясом всяким разным и это все продается и пермские наши люди жители пермики с удовольствием это все разбирают стоит это все разумеется дороже чем магазинах но даже вот аромат вот этой вот курочки его дорога меня угощали совсем недавно от фермерским это вот из этих краев и вот его прямо ешь и вот чувствую что вот это блин творог вот он прямо настоящий вообще классно справа уже видно побережье это даже круче чем майами бич это перм бич ну а слева посмотрите разные всякие оттенки зеленого оранжевого красного в общем ребята это осень такие вот замки стоят и уклон что-то сколько издалека показалось 71 процент думаю смысле а тут вот видите как нарисован 7 процентов смотрите какой замок недостроенный стоит или это не замок или церковь будет населенный пункт гарри мы с вами проезжаем что-то не думала что будут такие большие подъемы спуски но видимо будут потому что вот они еще странно рядом река кстати реку видно смотрите как стиль справа она виднеется что меня удивляет наличие вот этих вот спортивных площадок всяких и детских вот среди вот таких вот мест отдаленных от города и прикиньте тут есть пятерочка ничего себе я с собой взял продукты творог хлеб даже а тут есть пятерочка то есть принципе можно было закупиться едой здесь еще какой-то универсаму тут вот есть что меня удивляет ребята так это то что тут асфальт прямо вообще кругом грунтовки по моему нигде еще не было если это до самого лисьего хвоста такая ситуация то меня это очень радует но в принципе я готов к тому что прямо вот сейчас дорога асфальтовая резко закончится и начнется какая-нибудь убитая грунтовка но пока что нет к этому предпосылок до места красивые воздух здесь свежий разумеется передать это через объектив камеры и даже через стерео микрофон который у меня сейчас на шлеме это невозможно но чувствуется что тут прямо вот там но прямо вот жизнь тут скорее всего кстати сельский тариф на электричество продам участок снова сельский тариф на электричество означали похоже тут есть кабельное телевидение видели дом рут написано сельский тариф это очень круто то есть тогда если у вас небольшой домик там до 80 квадратов то вам можно вообще не заморачиваться с газовым отоплением отопить электричеством и она у вас масштабе 10 лет выйдет принципе столько же сколько установка газа вся его окупаемость вот эти вот все дела но это для домов небольшой площади разумеется потому что о рочище долгое поле это тоже вот тут было такое электричество это вообще тема когда у вас сельский тариф то есть вы по этому тарифу можете заряжать свой электрический транспорт теслу себе купить nissan leaf mitsubishi милю их потом академик то что там рекламировал боли ягуар айпис или айпейс вот чё вы можете купить ягуар айпейс и тоже заряжать его здесь по по сельскому тарифу вообще будет выгода просто сплошная улица мухоморовая смотрите классно мухоморовая улиц и вообще отличный классный асфальт улице любимые увязали такие чудеса я таких все улица кедровая блин классный название как будто в голова на обре там тоже всякие прохладные да ладно и улице вот что-то такое а здесь соответственно наверно прямо если привеют ты охранник охраняешь да не съешь меня ну я поехал догоняешь а вот ребята кстати асфальт хороший и закончился но тем не менее дальше тоже идет асфальт он конечно не такой качественный как был до тем не менее пока что это асфальт но чувствуя скоро начнется грунтовка то есть видимо тут уже совсем не пользуются популярностью вот эти места вода вот там похоже уже дальше гравий гравий щебень и вот это вот 6 так мотоциклист куда-то едет не посмотрел модель мотоцикла но он не кивнул все-таки ребята вы абсолютно право насчет подвески у всех сетекок на которых я катался и на вот этих двух которые есть посредством меня в владении расскажем подъездка у них конечно очень сильно то что вы проигрывает она для ровных дорог все-таки предназначен даже вот если вот этот вот два воды полноприводный электроскутер сити кока который у меня есть он позиционируется как типа внедорожник самом деле это все равно шоссейник просто на внедорожной резине потому что у мотоциклов от которых есть там птс все дела у них все-таки подвеска то совсем иначе работает то есть больше ходы подвески больше диаметр колес то есть она они реально как бы вот больше приспособлены для движения вот по таким вот ушатаным дорогам сити кока это все-таки ехать тяжело то есть вот так как здесь еще более-менее то есть тут гравий небольшой но если вот он был большой это была бы просто жесть движемся с вами по дороге затерянный где-то в лесах и при этом тут кругом вот это вот слива то что находится это не коттеджные поселки а это снт то есть садовые всякие товарищества там днт дачные некоммерческие товарищества снт это садовые некоммерческие товарищества в общем все вот это вот тут они прямо кругом боя 30 конца жестко я поставил точку на карте на месте расположения бывшего лагеря на google картах это отмечено что его этого лагеря уже нету но я хочу попробовать именно до него доехать так как там был лагерь то логично что это него есть какая-то дорога хотя бы какая то есть принципе меня это устроит легоцки должен вам признаться что я очень люблю такие дороги затерянные всяких вот лесах причем здесь она в принципе укатаны и даже можно нормально 30 километров в час ехать очень люблю такие дороги здесь такая романтика сосредоточена так вот это вот линия жизни дорога среди деревьев то есть тут прямо и пахнет настоящим воздухом деревьями хоть баллоны закачивай и продавая этот воздух вообще шикардос и ощущение уюта и даже самое что такое сотворение к дайте подъедем посмотрим ощущение уюта и уединения о смотрите земельные участки в лесу лисий хвоста 10 соток 65000 за сотку нифига себе дороговато а сотворение это что-то видимо тоже какой-то коттеджный поселок прикиньте да народ здесь в лесу есть кабельный интернет скорее всего очка прикиньте да то есть вы если фрилансер 65 тысяч рублей сотка здесь приехали сюда построились и у вас скоростной интернета домру вообще фантастика я не думаю даже что тут будет сотовый телефон ловить оказывается тут даже есть кабельный интернет и соответственно есть и телевидение и телефон но в общем сейчас все идет через оптику также тут ничего удивительного невероятные красоты народ если у вас есть электротранспорт на которого можете по такой дороге ехать и у которого запас хода километров сто то вам обязательно нужно сюда съездить это я еще не доехал даже до берега собственно говоря до самого лисия хвоста но тем не менее уже впечатляет откуда-то мне навстречу попадаются транспорту есть есть трафик даже по такой дороге это говорит о том что там далеке еще получаются какие-то коттеджные поселки есть это значит что в принципе я там проеду а вот ребята впереди вот этот самый лагерь пионерский лагерь звезда вот он вот где он находится и так ребятки мы с вами доехали до пионерского лагеря звезда сколько есть у меня информация он не действующий но тут в принципе не похоже что тут активно происходит и это была точка на карте до которой собственно нужно было доехать я до сюда доехал и дальше уже на ощупь нужно будет пробираться к берегу по карте дороги уже соответственно нету но я вижу что здесь накатаны вроде как какая-то грунтовочка должна быть я предлагаю вам проехать до берега соответственно главная цель сегодняшнего путешествия помимо того что выяснить насколько реально хватит заряда аккумулятора в реальных условиях эксплуатации нам еще нужно выяснить а нам нужно еще доехать с вами до берега и я хочу прокатиться по берегу если там не совсем уж прямо такой песок который проваливается будет такое интересное место народу вообще вообще такой вот столбики стоят слева забор кругом таблички что видеонаблюдение ведется что такое это заколдованное место на самом деле газелики-то ходят а чего они тут что они тут возят так тут вот у нас развилочка сейчас посмотрим блин только выглядит все печально эти заброшенные ну заброшка этот лагерь по сути да это заброшенные здания кое-где стоит пластиковые окна может быть его начали восстанавливать разбитая уже от времени развалившиеся светильники то есть ну прям вообще жестко тут наверняка есть сторож кстати да выглядит жутковато заброшенное такое место так но мы движемся дальше в сторону берега вот у нас появилась табличка водоохранная зона прибрежная защитная полоса это значит верной дорогой движемся товарищи практически в каждом своем путешествие оказывался вот в таких вот местах что извилистая лесная дорожка идет среди елок и я как бы по ней еду кстати тут развилка смотрите так ну налево совсем плохая дорога она право видно что кто-то ездит давайте же попробуем тут посмотрим что же там такое мне эта ситуация напоминает квест компьютерная игра типа как gta только в gta по лесу по мне было никаких заданий там все было по городу по вайс сити так я продолжаю двигаться по вот таким вот местам здесь протоптано вроде как дорога смотрите как это все интересно выглядит протоптана дорога и я вот по ней и еду а дальше что-то какое-то она интересная дальше шлэкбаум все такое в общем ребята такая ситуация что тут я совсем не ожидал но тут среди леса стоят уже заборы написано когда частная территория соответственно заборы закрытые и типа вот к берегу то вообще никак не подойти потому что все уже тут или куплены или это какой-то объект но на объект не похоже больше похоже на избушку для отдыха и в общем то как бы нифига не проехали берегу то здесь еще где-то был поворот направо которая не стал ехать пусть там плохая дорога может быть там можно будет повернуть собственно берегу куша я хочу попасть на берег вообще неожиданно что в лесу будет ограничено движение и слабоума стоять надо вообще конечно вот ребятки я попал наконец-то на берег и приколитесь на берегу ничего себе на берегу стоят эти самые заборы давайте побыть поедем ним поближе так как у меня сити кока по пляжу он должен в принципе проехать правда расход энергии тут будет дикий да на широких колесах ребята это это самый огромный плюс сити кока среди всех остальных ты электротранспортов можно ехать по пляжу прямо по рассыпчатому песку и так тут у нас написано земли лесного фонда российской федерации разведение костров запрещено ну и соответственно там лагерь поэтому а ну вот написано территория детского лагеря проход запрещен собаки на свободном выборе ну капец все собрали охрана и видеонаблюдения и собаки на свободном выборе класс а кстати здесь песочек то все-таки мягкий смотрите он проваливается прямо ведь вообще вот я наступаю кроссовок то уходит давайте подъедем поближе к берегу к воде точнее ближе мой так уже на берегу да вот эти вот расстояние которое сейчас проеду по берегу она очень сильно повлияет на общий пробег потому что здесь большой расход энергии будет смотрите насколько у сити кока мощная проходимость сейчас вы поймете видите здесь прямо это проваливается сырая земля вот я наступаю и она прямо проваливается так ребятки вот мы и добрались дались его хвоста и я иду вот по такой вот штуки с и прямо ноги проваливаются дальше не рискнул ехать это сити кока бы проехала смотрите наступаю об и остается от ноги след и прямо подо мной уходит на землю кроссовки блин так это все классно выглядит вообще супер настоящее побережье вот то что здесь я хожу и тут разумеется все это покрыто обычно водой понятно да то есть тут прямо вот это это не пляж на самом деле это русло прямо реки так как воды мало получается вот такая история смотрите какой забавный свет цепикока получился давайте прокатимся по этому бережку и посмотрим что тут есть еще я вот дальше вижу что там стоят палатки прям много палаток но это скорее всего как раз то закрытая территория на которую можно проехать только через шлагбаум до посмотрим где она заканчивается на скорее всего идет прямо до воды и соответственно заехать туда не получится видно следы от квадроциклов то есть здесь кто-то гонял на квадроциклах вот представляете ребята вот в чем плюс сити кока то есть если бы я до сюда доехал на колхознике там или на луне или что-то у меня еще было на электро велосипеде камри то редуктором доехать то я бы до сюда доехал но я бы не смог здесь двигаться соответственно дальше по этому песку потому что тут все проваливается а а вот сити кока за счет широких колес я могу ехать смотрите какие тут вообще классные места вообще озеро озеро настоящее зеленое класс 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 ребята вообще такие по нейчную географики осмотрел вот таких вот местах литий как раз добывают для аккумулятора моего сити кока вот такие же пруды там огромные прямо километровые в них как-то осаждается литий в общем так вот его достают таким методом смотрите как это все классно выглядит давайте же попробуем проехать еще в по этому бережку вообще народ красоты смотрите как четко я могу на сити кока проезжать по такому вот влажному и сухому песку главное тут не утонуть совсем за мной остается такой глубокий след кстати обратите внимание сейчас и повернусь он там вот местами на пол колеса он проваливается но едет потому что все-таки широкие шины прокатимся еще вообще красоте народ однозначно стоило сюда съездить вообще круто круто и вот я подъехал самой самой воде местами видны следы что кто-то здесь ходил босиком но я бы тоже здесь босиком походил но если была погода потеплей но и в принципе если сюда приехать как-то надолго до народ точно там впереди видно что есть есть решетки прямо поперек берега типа закрытая территория у нифига себе здесь прямо так проваливаться смотрите вот там вот я ездил прямо проваливается сквозь песок колесо и то в этом месте сразу выступает вода то есть по этому берегу надо вообще осторожно ездить могут быть типа типа всякие полыньи только среди песка но ребятки это конечно грустное зрелище то есть есть берег вроде как он должен быть общий но написано что типа он в аренде и частный и забор стоит то есть через забор и ломиться не буду а слева его объезжает там промоенный то есть получается через воду нет желания топить сетекоко в воде тем более там явно очень влажный песок может быть еще там с глиной с какой-нибудь можно туда провалиться но в общем это довольно странно все хотел проехать этот полуостров по периметру по берегу а получается что она все закрыто вообще конечно это блин у кого в городе есть еще такие ситуации то что пляжи закрыты и заборами можете мне написать интересно где такое еще есть я думал тут вообще никого не будет я сюда приеду и тут вообще просто не души никаких строений не сотовой связи не электричество не дорог а тут оказывается вон она чем михалыч заборы стоят на берегу акватория в аренде причаливать запрещено классно но не будем причаливать что теперь роты предлагаю заглянуть чего этих круглых штуках находится вдруг там что-то интересное о нифига себе здесь это самое такие вот вещи и по бассейн небольшой маленький интересно очень интересное зрелище не ожидал совсем не ожидал заборов поперек пляжа и заборок и пирог леса это я такой вообще не видал что-то новенькое у нас пенском крае забрали ладно вот эта надпись понятно что то швартоваться как бы нельзя блин а проход то почему запрещенный люди народ какие интересные надписи дерево великан но но безоружно на его защиту станем дружно это еще пионеры 50 лет назад писали ее мою дерево да на самом деле крутое давайте теперь попробуем сюда вот уехать в эту сторону ничего себе тут дорожки народ смотрите какой тут слалом прямо вверх вниз такие мощные кочки но в принципе дорога то само то как это грунт покрытия довольно ровный ой ушатался так тут начинается грязь но и чё на этом стекло к я еще большую грязь и зарезал но когда-то все равно пора когда-то все равно это пора наступит поэтому нормально чё-то народ начинаю беспокоиться что взял с собой только одну запасную батарею и вот чё ты вот блин не уже больше 40 километров проехал от точки 100 старта получается что если я и сейчас сядет батарея там не может не хватить запасной вернуться обратно потому что у нее емкость то меньше видите это от моего 2 воды стекло к у нее емкость 1250 ватт часов а у этой 1850 на которой сейчас еду и соответственно этот скутер мощнее может быть даже тяжелее чем 2 воды хотя наверно столько же весит блин я даже не знаю теперь все равно охота доехать до берега и ну реально охота попасть на берег потому что ну это какой-то трэш заборы на берегу третий раз уже сказал главное чтоб проволоки сейчас не было натянута поперек дороги а то такое тоже может быть какая ребята тут тишина надо будет остановиться и вам сейчас показать вот я прямо здесь сейчас на комарийной дорожке вот на этой вот оранжевый засыпанный листочками сейчас остановлюсь и вам покажу какая-то тишина я даже не буду что включать сейчас суперскую bluetooth колонку буду ехать тишине и слушать тишину прислушайтесь слышите это звуки леса это мои шаги а вообще это звуки леса звуки леса вот туда мы сейчас с вами поедем я очень надеюсь что там будет выход к морю кстати ходовой огонь на моем сети кока видно я вообще выключил ближний свет потому что смотрю он даже этот прямо яркий и очень хорошо видно то есть может днем чисто с ходовым огнем ехать он уже сам по себе довольно хорошо виден даже днем считаете солнечный яркий день как природа какая природа мать кстати в лесу тепло вот я уже снял перчатки я снял куртку осеннюю не одев чисто одну а у кого тут не подскольнулся без рукавку и у меня голые руки мне тепло возможно потому что я конечно по солнечным тропинкам еду но вообще-то тут много тенька и летом когда была жара я не думаю что было прямо также жарко это народ кто любит собирать гербарии вот они прямо едешь и они за шиворот падают эти листочки на самокат прицепляются тут можно настоящий гербарии собрать имейте ввиду всего 40 километров от перми по каким-то непонятным местам которые кругом загорожены заборами и шлагбаумами и вот можете собрать гербарий продолжаем движение вот такой вот дорожки вот тут туда слева начало езжать ну-ка я тоже слева объеду вот эту глубокую яму что меня радует в этом лесу народ здесь мало мусора в часу 1 алюминиевая банка мне встретилась на всем протяжении леса но я думаю это с тем связано что здесь может быть действительно частная чем чем-то арендованная территория может быть тут кто-то следит но скорее всего это связано с тем что тут тупо нет никого ну потому что сюда как бы вот конкретно здесь то явно только по сухому можно проехать ну-ка тут что-то написано смотрите перекресток в лесу так дорожка направо видите да дорожка прямо и дорожка налево тут вот спереди какой-то указатель давайте к нему подъедем мы почитаем чё же там собственно пишут дорогие отдыхающие а вот как раз уборка мусора которым да 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 три года назад и один месяц тут прибрались тут тоже кстати следы город квадроциклов вот вот этот берег на который я мечтал попасть вот и до него доехал классно прикиньте сейчас шлакбамом по голове прилетит где-нибудь типа это что-то сюда приехал это у нас частная территория зачем не видишь тут все прибрано сутки сутками ребята я в принципе готов в такой ситуации тут любая дичь может произойти по что тут ну вот частенько видно что ухожена тут что-то вот стоит на пеньке какое-то место для костра что ли что-то такое вот а это стол это стол так нам не надо подъехать вниз соответственно не надо здесь спуститься было а так я вот здесь могу спуститься ну-ка ухты какой вид открывается народ народ смотрите вообще ктинг че-то сланцы стояли слева кто-то потерял сланцы вау можно газоновать их ничего себе тут какой песок то застревательный я добрался до берега народ все закрытая частная территория осталась где-то там а я вот теперь здесь фу исполнил мечту блин первая часть значит первая задача видоса сегодняшнего выполнена я добрался до урочища лисий хвост и выехал на берег и при этом шлагба вам по голове не получил это я уже молодец вообще смотрите вам полностью погрузился по крышке в песок и и он даже без подножки стоит ну классика сити кока в общем да теперь не предстоит ехать вот туда далеко далеко блин тут огромный расход энергии будет тут явно кто-то на машинах с широкими покрышками ездит кажется обычно легковая тут просто не вывезет на закопает закопает себя и своего водителя и пассажиров надо теперь куда-то присесть на пенек и покушать хорошо что пеньков тут много ес ес все получилось а классное очень ощущение ребята когда достигаешь даже цели даже вроде бы небольших но все равно достигаешь ставишь галочку вся где-то в подсознании блокнотики тоже думаешь вах какое молодец вообще доехал на электричке из китая вот до сюда сиди кока наверно сам офигевает он таких местах наверно не бывал вообще и его собратья которые вышли с конвейера дают стопроцентную гарантию что ни один из них сюда не доезжал потому что в принципе здесь нет никого и как бы дороги сюда адекватные вот классное место урочище лисий хвост еще раз кадры со спутника вот так вот это все выглядит и вот здесь вот прямо в этом месте прямо сейчас нахожусь я вот видите оп и вот я и самокат и берег и больше никого хочется сказать но на самом деле дофига людей лодки 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 где-то тарахтят моторы там вот стоит лодка мне тоже стопудово кто-то сидит в общем people везде есть и пол хавает и мне пора народ каев вообще хожу босиком смотрите какие у меня стильные следы а здесь их нету вот они здесь будут середина сентября марио даже такое почему они не образуются в общем следы есть всем этим то что я здесь оказываюсь уже третий год подряд не имеют у них конкретно здесь в принципе путешествиям я полностью обязан своему электротранспорту потому что все мои более-менее вылазки на природу дальше чем один километр от дома начались только когда я купился первый электросамокат наймбот который между прочим был почему-то вы немножко зеленая вода она она цветет уже да и вода вообще ледяная вот смотрите захожу как будто морозилка вообще очень холодная вода очень холодная вода в общем не повторяйте пойду сяду на пенек свой который тут нашел самый лучший пенек и буду кушать дальше удобно кстати приехали да на пляж не надо брать с собой табуретку видите пенек уже есть класс я вообще в восторге отличная мысль ставить пеньки и и они в реке тоже есть замечательно прекрасно ну что народ попробуем проехать вдоль берега так еще раз посмотрим что мы в этом замечательном месте ничего не оставили но все теколка я заберу с собой больше ничего сланцы я не привозил то есть в общем то все хорошо движемся дальше навстречу приключениям очень интересное ощущение народ ехать по пляжу по пляжу прямо даже даже не совсем по пляжу сколько по руслу реки то здесь же водой все это скрыто вообще-то должно быть это сейчас временная акция чисто этим летом что воды мало и тут вот можно ответь и кто-то пешком шел тут есть детские следы босиком и есть взрослые следы видимо кто-то тут гуляет с детьми так тут я проеду между этими корягами не увезу их с собой нет нормально красота вот ради одного этого же стоило приобрести сити кока чтобы ездить на нем по пляжу прямо как к русско стилео в санта-барбаре помните да может быть мне кажется но вроде бы он ездил такого на лошади ездил блин не не на сити кока у него не было сити кока тогда их на вообще не было когда снимали санта-барбару вообще красоте а ну так это вот следы от квадроцикла точно ребята это вот тот который с той стороны был наверное его следы видите у них вообще широкие широкие колеса еще шире наверно чем у меня надо аккуратно я еду 15 километров в час и по песку у меня уже начинают уводить здесь песок глубокий по нему расход энергии сочнее сухой глубокий по нему расход энергии просто огромный желательно ехать по тому песку который сухой который который влажный но не совсем влажный как бы такая идеальная консистенция это вы когда будете ездить на сити кока вы уже разберетесь потом как это все происходит ну реально ощущение крути и что что самое странное что самый плотный песок на самом деле убровки воды вот по нему прямо как по асфальту идет ой что-то пластмассовый был этот как как по асфальту идет транспорт трактор хотел сказать мне нужно проехать по этому песчаному берегу всего лишь два километра но я понимаю что по песку расход энергии эти два километра будут все равно что 10 по дороге скорость 40 километров в час асфальтированный разумеется ну что поделаешь она же сегодня тест в реальных условиях вот мы и тестируем реальных условиях то есть я не жогу и на полную как видите я именно наслаждаюсь движением так что такая бровка тут интересно я пытаюсь с него выехать о кастрюлька смотрите на таково не кастрюлю вообще красотей народ 38 лет живу в перми а здесь не был что интересно что такое справа тут смотрите как будто полоски какие-то они на снимке google со спутника так интересно выглядит как будто слои таки я думал это дорога я думал это колья то есть спутника не понятно а это вот может быть что-то тут было рукотворное но это наверно какая-то порода все-таки давайте ребята назад обернемся я вам покажу какой шикарный вид зеленая река это часовая зеленая река сити кока красный черно-красный ну black edition черный значит зеленый лес и уже местами оранжевый как будто кто-то взял краски какой художник такого 88 уровня и правильно горит 88 лавила и нарисовал от этого прямо как вот красками чик чик вот а вот особенно разноцветными как будто красками сделано здесь такой заливчик сиденький здесь заливчик зелененьким и и деревья я сейчас поближе шлем с камеры приближу к этой воде чтобы увидели насколько она зеленая это вода ребята это не краситель этого так вот цветет вода у нас пермском крае в реках вот вот если в руку взять видите она она зеленая реально это не прикол это все водоросли я не знаю у меня теперь рука отвалится или нет ну вообще-то только что босиком по этой воде ходил поэтому не должно ничего отвалиться едем дальше движемся вперед навстречу приключениям и дальше начинается у нас гравийный берег ой какой-то крупный щебень наверное по нему ехать не смогу но надо попробовать потому что я хотел обратную сторону двигаться вот по берегу но я не думал что здесь будут вот такие вот камни жестко еще ну что поделаешь надо ехать реальные условия эксплуатации блин как эти камни щелкают под колесами такая жизнь так тут все-таки нет проезда ё-моё народ че серьезно блин народ моё сегодняшнее приключение продолжается и только что мы со скутером вывезли я даже не знаю кто больше он вывез или я вот в этот вот подъем вот с этого залива потому что там дальше проехать невозможно там все-таки очень крупные валуны плоские хотя их всего 400 метров даже может чуть меньше нереально там проехать насти кока вот если только перед собой дорожку раскладывать этими валунами но это займет несколько дней вот пришлось такой подъем нам сейчас подняться вот здесь вот чуть не улетели оба обратного враг в реку ну ничего справились и оказались вот таком вот месте смотри кастричи и какой-то столик что ли даже кастрюлька есть смотрите и водочка царская крепость видите тут уже на мусоре сейчас я переведу дух поменяю батарейку в камере оденусь потеплее и рванем с вами вот по той дороге среди леса продолжать эксперимент насколько хватит заряда все ради науки встретила тут двух грибников вот они на лодочке там отплывают и соответственно они мне сказали рассказали какую сторону мне нужно двигаться чтобы выехать чтобы теперь выехать от берега с этой стороны искренне ребята удивились почему собственно я здесь как и сюда попал поинтересовались они тоже знают что заборами все огорожено скоро оставшиеся участки раскупят и будет вообще все пипец берег будет вообще не подойти а вот так что у кого есть денежки успевайте выкупайте здесь участки и у вас будет свой яхт-клуб ну если захотите как раз на берегу шикарные заливы до сегодняшняя поездка уже превращается в полноценное путешествие на целый день то что я снимаю на камеру разумеется одна наверное какая-то там десятая часть того что происходит почему-то у меня привычка выключать камеру когда разговариваю с людьми и складывается впечатление что я как как сферический конь в вакууме путешествую и никто ко мне на пути не попадается на моем этом это ребята конечно же иллюзия просто складывается такое впечатление что здесь никого нет самом деле вот с людьми сейчас поговорил вот и до этого на берегу тоже ходили люди ой к птичка подлетает смотрите чуть-чуть что это за птичка кто знает сандре река прикольно с какой этой головой интересный только она в чем-то бегает они или это чуть-чуть что ли нет нет на дятла не похож настоящая природа настоящие приключения батарейка на это там думаю суши братишка ты про меня наверно уже забыл ты так-то сегодня проверяешь так скажем тестируешь реальный пробег с одного заряда на самом деле уехал уже в путешествие там в какой-то в какую-то дичь в какие-то леса на какой-то полуостров там заблудился да вот здесь вот похожие следы как раз того самого квадроцикла который я видел на берегу то есть получается что он дальше туда тоже не смог проехать ну либо не захотели на нем наездники потому что слишком вот эти вот как там камень вот этот вот плитка вот это вот она слишком крупная и она неудобно там очень лежит то есть можно там весь квадроцикл разобрать об эту плитку носите кока тем более до дороги такие мы любим главное чтоб тут было по суше утопить то совсем не хочется самокат хочется чтобы он был чистенький ну после сегодняшней поездки он уже в любом случае чистенький не будет но это нормально я думаю что вы привыкли если вы давно смотрите мой канал детали на ровном месте найдет приключение вот как вот так вот поехал да просто надо было взять и проехаться по какой-нибудь асфальтированный идеальный в идеальных условиях дороге что вы смотрите кто-то потерял бампер в лесу похоже что иномарочный бампер да вот виталий найдет себе проблем на ровном месте все что нужно было сделать чтобы узнать реальный пробег точнее максимальный пробег реальных условиях это выйти просто на куин трассу хоть вокруг перми кругами крутится там круг получается 80 километров и со скоростью 45 километров в час на первом ограничителе ехать просто по асфальту а так вот и насколько хватит батарейки но еще раз ребята я же в реальных условиях смотрю то есть реально вы не будете вокруг города перми по асфальту круги наматывать все равно вы куда идет поедете по грибы в лес да вот тот час ох нифига себе как скользко чуть-чуть перегазуешь и можно подскользнуться видите как тут кто-то объезжал до реальных условиях вы все равно будете пользоваться этим скутером не только на асфальте поэтому ну я им пользуюсь не только на асфальте меня очень на 50 на 50 получается поэтому вот у нас сегодня будет будут реальные цифры напряжение 56 и 9 вольт и без нагрузки то есть батарейка уже но явно села больше чем наполовину я думаю очень серьезно она подсела как раз когда мы были с вами на пляжу и ездили по по песку песку вообще огромный расход прямо чувствуется что ручку газа надо накручивать больше чем обычно ну и в принципе когда ездил на колхознике с вот метром другом самокате тоже адек на 2вд с вот метром обращал внимание как только заезжаешь на песочек даже если его немного или едешь по легкому снегу такому даже вот есть его совсем небольшой слой то расход энергии значительно увеличивается прям 6 да тут уже прямо впереди народ дорога прям настоящего тоже видно колею видно колею уже прямо и вот эти вот линии электропередач вот они вот они кстати возле этого места я хотел с берега заехать сюда уже цивилизации потому что они вот эти вот штуки высоковольтные они идут с берега и до короче на следующий берег они идут то есть они через всю реку натянуты и мне все код на пробке рекомендовал попробовать лэп зарядку но четыре боюсь пробует лэп зарядка тут будет такое наведенное электричество что разнесет все к чертям все ребята если вы видите на карте где-то отмечены высоковольтные линии всегда я вам уже говорил об этом всегда вы можете быть уверены что под ними есть хотя бы какая-то дорога дорога я имею хотя бы какая-то просека где вот убраны деревья где можно на каком-то квадроцикле или на супер подготовленном внедорожнике проехать с этим связана одна интересная история компании бмв я прочитал много лет тому назад когда еще даже собственно не знал что такое бмв но тем не менее в память у меня отложилась так вот компания бмв делала автомобили для вот этих вот электромонтажников линейщиков которые ездят вдоль лэп и соответственно их ремонтируют но в какой-то момент это все в америке разумеется в какой-то момент компания которая служит эти линии подняла что им блин так-то нужны полноприводные внедорожники и предложила от компании бмв давайте вы будете делать нормальные полноприводные внедорожники для нас а не только моноприводные на что компания бмв ответил да не пацаны это вообще не у нее пушка гонка будет у нас же спортивные автомобили вы чё самом деле опомнитесь и отказались и эта компания предложила обслуживать электросеть она обратилась к subaru предложила им сделайте нам пожалуйста такие машины надежные полноприводные которые могут пробраться где угодно и и наши монтажники будут ездить и обслуживать высоковольтные электрические сети там в полях в лесах в лугах где угодно короче машина могла проехать и subaru скал опы отлично давайте сделаем и с этого началась история появления марки subaru ну на самом деле я об этом читал я не гарантирую стопроцентную стопроцентный факт что это все именно так и было но некоторые косвенные подтверждения тому что subaru выжила за счет именно производства полноприводных автомобилей для госзаказа это как был точно есть поэтому них и все раллийные тачки заточены прямо вот под полный привод под очень неубиваемая подвеска так а мы че уже выехали что ли сейчас включу поворотничек выехали что ли на дорогу да ребятки по таким дорожкам мы еще с вами не ездили она асфальтированная но очень узкая как будто бы на на одну машину но при этом асфальтированная то есть это тут интересно происходит там в конце есть то ли коттеджный поселок то ли какое-то заведение вот там вот назад и соответственно по этой дороге ездят ребята которые обслуживают линию электропередач поэтому видимо в таком состоянии то есть она как бы есть но на узкая вот мы сюда с вами ехали по другой дороге мы до нее еще не добрались вот смотрите опять какие красоты открываются арка осенняя такая давайте тут остановимся посмотреть чуть-чуть подальше так вот проедем вообще прямо настоящие семьи и ды дорожки напоминают декорации для фильмов мелодрам осенних которых надо который на осмотреть через глинтвейном там под теплым пледом вот это вот все вот уже прямо готовы готовый сценарий для новой мелодрамы с бандерчуком вот прям вот все вот идеального тут все сходится что характерно на этих дорогах ни одной дешевой тачки ландроверы крузаки и вот эти вот варианты так ребятки мы возвращаемся на дорогу по которой ехали вот это вот в этот замечательный полуостров лисий хвост и очень скоро я вам расскажу насколько же реально хватило в этих условиях путешествия моей батарейки моего электроскута белка перебегают дорогу перед близко идущим транспортом видели до белочку вообще не боится и интересный момент который я видимо вам еще не рассказал а вы не догадались дело в том что сегодня пятница а это значит что нам посчастливится увидеть как раз то о чем я вам рассказывал ближе к середине ближе к началу этого ролика о том что в этом направлении будут пробки так вот ребята эти пробки должны быть нам сейчас на встречу то есть мы будем двигаться в сторону города перми а офисный планктон и остальные рабочие люди бизнесмены миллиардеры миллиардеры в том числе долларов и они будут ехать сюда и стоять пробки на часовском мосту я сейчас посмотрел на дисплее братья внимание что у меня показывает уже 10 процентов всего лишь заряда чего неужели сейчас батарея отрубится блин это будет печально смотрите 6 процентов заряда ё-моё ну тут очень крутой подъем кстати пойму 7 процентный как раз до 6 процентов заряда то есть я вот газ держу на полную 30 километров в час едет скутер так 51 и 6 вольта да то есть получается вот загорается канистра уже 4 процента когда 4 процента начинает мигать красные загорается канистра это все понятно но это сейчас максимальная нагрузка сейчас мы выйдем напрямую и станет лучше то есть если батарея трубится сейчас то есть скутер перестанет ехать то получится что в принципе у меня получился средний пробег на батарее 56 55 километров то есть 50 мы сейчас намотали и 5 километров еще было намотано до выключения зажигания получается 55 56 километров но я думаю еще рано делать выводы потому что это был все таки подъем в подъем на батарею большая нагрузка средства посадка и все дела поэтому продолжаем движение похоже что на встречный ветер прямо сильный прям вообще сильный 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 ветер кстати но я быстро гнать не собираюсь даже когда включу вторую батарею я все равно буду ехать 45 50 где-нибудь мне быстрее не надо ну что народ батарея у нас полностью разрядилась 17 километров в час это разумеется уже не скорость электроскутера вы на такой скорости ездить не будет ну и в любом случае в течение ближайшего километра он остановится полностью и так подводим сегодняшний результат реального пробега в абсолютно реальных непостановочных условиях не по сценарию так скажем 54 километра мы проехали плюс 5 до выключения зажигания получается у нас 59 километров о чем это нам говорит прежде всего это нам говорит о том что вот те несколько километров которые проехал по пляжу они дали очень большой расход энергии именно за счет них сегодня цифра общего пробега не превысила 60 потому что еще раз скажу по песку расход энергии просто космический а вот ну и собственно все то есть 59 километров для батареи 31 ампер час и общая емкость получается 1800 ватт часов 1850 это очень хороший результат для такого большого скутера чего он не обгоняет меня боится что прямо это по большему радиусу через плосную или такого скутер это очень достойный результат я считаю все он уже совсем не едет часы под горку просто разогнался так народ я паркуюсь скутер уже дальше не едет ну вот чуть-чуть вот он скорость пешехода еще пытается но это уже конечно не то 00 процентов горит уверен на дисплее что нам сейчас нужно сделать это подключить внешнюю батарею но для этого очень важный момент ребята это сначала нужно отключить штатную иначе будет пипец какой бросок тока и сгорит бмс к так открываю багажник точнее сидение так выдергиваю штатный аккумулятор pinks закрываю сиденье и вставляю внешний аккумулятор только вот у меня тут защитная изолента еще была ее надо убрать вот так вот и сейчас включим зажигание так ну-ка чего на сто процентов 66 9 вольт вот так вот ребята на этом считаю нас сегодняшний эксперимент абсолютно завершенный 59-60 километров мы сегодня проехали с одного заряда и моего скутера это очень достойный результат на одной родной штатной батареи я благодарю вас за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте о том что у меня есть телега присоединяйтесь к нашим беседам всем пока так четко я разрядился прям вот и переезд